Всегда готов! Здравствуйте все! Бог, наславить мы хотим, Перед лицом стоим, Перед твоим лицом. Нас Бог, ты чудный, яркий свет, Прекрасней в жизни нет, Прекрасней в жизни нет. Я чувствую небеса, Чувствую я тебя, мой Бог, Я буду славить тебя, Буду славить везде всегда. С раннего утра славлю, Господа я, С раннего утра. Аллилуйя! Бог, наславить мы хотим, Перед лицом стоим, Перед твоим лицом. Нас Бог, ты чудный, яркий свет, Прекрасней в жизни нет, Прекрасней в жизни нет. Я чувствую небеса, Чувствую я тебя, мой Бог, Я буду славить тебя, Буду славить везде всегда. С раннего утра славлю, Господа я, С раннего утра. Аллилуйя! С раннего утра славлю, Господа я, С раннего утра. Аллилуйя! Бог, мой Бог, Я славлю тебя, Господа я, Как путь калорий. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, Господь, Я чувствую небеса, Чувствую я тебя, мой Бог, Я буду славить тебя, Буду славить везде всегда. С раннего утра славлю, Господа я, С раннего утра, Аллилуйя, С раннего утра, Славлю Господа я, С раннего утра, Аллилуйя. Дорогой Господь, вся слава Тебе, Господи. Благодарю Тебе, Господь, за этот прошедший день, Господи. Спасибо Тебе за Твое присутствие, за Твое общение, Господь. Во всем была видна Твоя рука, Господь. Спасибо Тебе за исцеление Романа, Господь. Я в тот момент не успел прославить, Господи, Твое имя, но сейчас я вспоминаю об этом и славлю Тебя, Господи. Благодарю, благодарим, благодарим, Церковь Тебя благодарит, Господи. За слава Тебе, Господи. Небеса проповедуют славу Твою, А дела в Твоих руках вещает земля. Нет места нигде, чтобы Ты, мой Бог, не вел меня. Небеса проповедуют славу Твою, А дела в Твоих руках вещает земля. Нет места нигде, чтобы Ты, мой Бог, не вел меня. Небеса проповедуют славу Твою, А дела в Твоих руках вещает земля. Небеса проповедуют славу Твою, А дела в Твоих руках вещает земля. Тебе, хозяев, я и, мой Бог, не вел меня. Небеса проповедуют славу Твоих руках вещает земля. Небеса проповедуют славу Твоих руках вещает земля. Субтитры делал DimaTorzok 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 Я хорошо слышу все Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А жена как раз слушала ее послание И она сказала о том, что в ее устах появился незнакомый звук. Ну вот мы с вами крещены Духом Святым Не все даже дошли к тому, что есть у нас воздыхание неизреченное Вот это понимание, которое мы с вами, ну по сути дела мы этим молимся, только не все даже знают, что оказывается есть молитва, как у Иисуса Христа в Гевсиманском саду, хотя я не раз уже в этом отношении бью, 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 бью и бью, где он скорбел, тосковал и вот точно так же вот у нас такие воздыхания неизреченные, через которые выходит наша, ну может быть печаль, скорбь, радость и так далее. И вот как раз она говорит, что вот у меня появился незнакомый звук, который я стала произносить. Вот почему мы, вот Наталья была на пророческой школе, которую мы в онлайне проводили И как раз вот у нас были такие практические занятия, перед тем, как мы начинали проводить, скажем, школу, мы неделю просили студентов молиться на иных языках, просто каждый день хотя бы по часу молиться на иных языках. И мы назвали такую практику очищение колодца. А потом вторую неделю мы просили быть внимательными и чувствительными тогда, когда братья и сестры молятся на иных языках, чтобы они могли почувствовать, какие незнакомые слова приходили. Потому что язык, он периодически, я даже скажу, не может, а должен меняться, потому что Господь нас ведет от силы в силу, от славы в славу. И вот драгоценные, вот когда, говорит, я получила вот этот незнакомый звук, я стала его произносить. И вы знаете, у нее свидетельство, я, говорит, не болела 32 года. Почему меня это зацепило? Потому что меня не отпускает тема исцеления. И 32 года, это, говорит, у меня, говорит, вообще, говорит, не было не то, что какой-то боли. Я ни разу не простыла, я ни разу не, скажем, не чихнула. То есть это, как говорится, не только большое, но и точно так же, вот как говорится, то, что мы называем, как, ну, такие простые или маленькие болезни. И, то есть смысл был того, что вот именно, когда она говорит о звуке, а, по сути дела, звук же это голос, а мы с вами, по сути дела, говорим о голосе нашего Господа. И, чтобы понятнее это все было, тогда, когда мы на той чистоте вот именно голоса Божьего, который производит вот именно тот звук, который нам необходим, то эта чистота этого звука, она не только исцеляет, она и созидает. И вот она свидетельствует о том, что было время, я издавал этот звук 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть это не значит, что она искусственно все это делала, а именно по водительству Духа Святого, потому что Дух Святой знает, когда усилить, когда участить, а когда, может быть, сделать какую-то определенную паузу. И меня это очень сильно зацепило, и я верю, что Дух Святой меня повел в 2021 год. У меня от переживания встречи с Богом родилось одно из посланий. И это послание, оно просто поспособствовало тому, что я могу четко и уверенно сказать, почему я оказался не в Москве, а в Белово. И я начну, знаете, с чего? Значит, я вот как раз 21 год был, мне нужна была подработка, и я там, значит, имел возможность на одной такой, ну, как бы сказать, дачный поселок, что ли, был там одна тоже верующая женщина, говорит, надо последить, там, посторожить. И я имел в это время очень такие большие переживания с Господом. Я находился в видениях семи посланий церквей, вот именно когда Иисус Христос открывался именно в том образе, в котором Он открылся вот этим семи церквям. Но началось это все в откровениях первой главе. Я переживал это видение, потому что вот эти образы семи, семь образов Иисуса Христа, они были из одного образа, от головы до ног, с ног до головы именно в том видении, в котором Он открылся апостолу Иоанну. И это видение, откровение первой главы, оно очень похоже на видение, которое написано в книге Даниила, 10 главе, 10 главе. И вот я прочитаю Даниила, 10 главу, 5-6 стих. Я бы хотел, знаете, чтобы мы были настроены, что я хочу с одной стороны донести исцеление, а с другой стороны донести звук или голос. Поэтому пускай это нас касается. И, значит, Даниила, 10-5-6. И поднял глаза мои и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду. И чресло его опоясано золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как лит молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь. И глаз речи его, как голос, как голос. Посмотрите, глаз речи его, как голос множества людей. А теперь давайте посмотрим откровение первую главу. Первый стих прочитаем. И с 12 по 19 прочитаем. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела своего, рабу своему Иоанну, из 12. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, голос, говоривший со мной. Посмотрите, все начинается с голоса. И обратившись, увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персиму, поясанному золотым поясом. И посмотрите, пошло описание, частично напоминающее описание, которое мы увидели в Даниила 10 главе. Это тоже, то есть переживание Даниила и переживание апостола Иоанна. И если вы знаете, что как раз вот книга Даниила, она показывает на книгу Откровения, Откровение на книгу Даниила. Это именно две книги, которые невозможно понять их без того, если мы не поймем, что они, каждый из них является ключом. Одна для одной книги, другая для другой книги. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег. И очи его, как пламень огненный, и ноги его подобных алкаливану, как раскаленные в печи, голос его, как шум, вот многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меча, лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я первый и последний живый, и был мертв, и все живы во веки веков. Аминь. И имей ключи ада и смерти. И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Драгоценное. И вот я вот быстро прочитал, но если вы дома, просто будете раз за разом, потому что Библию мы не один раз за свою жизнь прочитали и продолжаем читать. Если ни разу не прочитали, то стыдно, наверное, нам должно стать, потому что мы должны бы видеть весь контекст. И вот знаете, я стал переживать вот такое видение. И когда я переживал вот такие видения, то в конечном итоге во сне я увидел видение, как мы сидим с Иисусом Христом на горе. И это была такая простая встреча. Мы сидели, поджав под себя ногу, что он и что я. И мы вот, будучи сидя, Иисус Христос мне что-то важное говорил. И я ему сказал, что Иисус это настолько важно, но я говорю, не могу сконцентрироваться то, что ты мне сейчас говоришь, потому что у меня сильно болит зуб. А у меня реально сильно болел зуб, что даже вот так, скажем, я чувствовал это, будучи во сне физически. И после того, как я ему это все сказал, картина меняется. И вот я уже как будто сзади вижу себя, точнее наблюдая, как мы с Иисусом Христом идем. И я вот во сне наблюдаю это со спины. И я спрашиваю Иисуса Христа, куда мы идем? И он мне говорит, туда, где нет боли. И как-то я рассказывал это видение. И мы с ним потом впоследствии оказались на военном совете, где были ангелы высокого ранга. И где Иисус Христос, он вел вот этот военный совет. Но что я почувствовал, почему я говорю об исцелении? У меня ушла зубная боль. Поэтому драгоценное первое, когда мы переживаем встречу с нашим Господом, это вот именно реально такая, я не знаю, как сказать, первая ступень, первый шаг, первый шаг, от кого идет исцеление и от кого уходит боль. Потому что он тебя ведет. Я его спросил, куда мы идем? Он говорит, мы идем туда, где нет боли. И боль у меня ушла. А потом я переживал вот именно события вот в этом сне, которые я чувствовал, что я их до конца еще даже не распаковал. И второе, на что я хочу обратить внимание, вот теперь на первое, это встреча со Христом. Второе, это голос Христа. И вот давайте посмотрим, как мне Господь открыл свой голос. Потому что часто мы не задумываемся, отличается ли голос Духа Святого от голоса Христа или голоса Отца. Хотя, в принципе, я стою на том, что нам самое главное услышать просто Господа. Но мы его не услышим, если не будет у нас общения с Ним. И с одной стороны, я никогда не углублялся до поры до времени, там, голос Духа Святого, голос Христа. Самое главное, что это голос Бога, потому что он один, но в трех личностях. Но все-таки голос личностей можно проследить в Святом Писании, как они могут отличаться друг от друга. И вот посмотрите, голос Христа и голос неба, так скажем. И я вот как раз несколько ночей переживал вот это видение Иисуса Христа из Откровения первой главы. И из этого переживания, вот как раз мне и Даниил 10 глава стала открываться. И я вот как раз вот хочу донести одну из характеристик Христа, это голос. И вот Откровение 1.15 написано, что голос его, как шум, вот многих. Скорее всего, вы это прочитали и, ну, во всяком случае, если у вас не отложилось, то я хочу, чтобы это отложилось в вашем разуме. Что его голос, как шум, вот многих. Заметили, в чем разница? Потому что голос Духа Святого, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И как отец, да? Бог Отец открылся. Или, когда сказал, я веяние тихого ветра. Но когда вот мы здесь читаем об Иисусе Христе, то его голос, как шум, вот многих. Даниила 10 глава, 6 стих. Посмотрите, параллельно как. И глаз речи его, как голос множества людей. Очень похоже на Откровение 1.15. И теперь смотрите. Вот голос неба. Откровение 14.2. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. И вот, дорогие, я вот во второй такой, ну скажем, вот здесь части, что ли, если можно так назвать, после вот введения Христа, встречи с ним, говоря о голосе, хочу донести, что мы призваны услышать настоящий голос Христа среди множества других голосов. И вот, как здесь написано, его голос, как шум от многих и множества людей. Дорогоценно, что я хочу сказать. Это нас ведет к тому, дай Бог, чтобы это было вам понятно. Часто мы боимся попадать в шум множества голосов, дорогие. Почему? Потому что проще человеческому разуму находиться в зоне комфорта, когда ты слышишь только один голос. Но Господь хочет поставить тебя на перекресток многих других голосов, дорогие. Для того, чтобы мы научились отличать голос Иисуса Христа от всех других голосов. Вот я иногда, например, такое привожу, когда молодые люди, к примеру, ну вот они полюбили друг друга и так сразу захотели жениться. И когда вот, допустим, начинаешь разговаривать, услышь голос папы, услышь голос мамы, услышь голос друга, услышь голос подруги, услышь голос пастора. Вот именно в той теме, которую ты сейчас поднимаешь в отношении, ну, к примеру, женитьбы или какого-то начинания. И вот часто не только молодые, а вообще люди боятся попасть на перекресток шума вот этих многих голосов. Почему? А потому что они уже сделали определенное решение. Но бывает, что это решение, оно не, это не значит, что это решение, оно правильное. Это не значит, что это решение, оно от Бога. Это не значит, что это решение не приведет нас к какой-то катастрофе. Поэтому нам важно быть в шуме вот этих голосов для того, чтобы они принесли в нашу жизнь смущение, сомнение и так далее. Почему? Потому что тогда ты начнешь реально искать голос Господа для того, чтобы сто процентов встать и утвердиться. Вот теперь я услышал тебя среди множества голосов. И поэтому мы с вами проходим такую тренировочную пустыню, которая для нашей плоти, она не очень, как бы скажем, ну, комфортно, как я сказал. Но мы должны, как в пустыне Иисус Христос, помните, различать голос дьявола от голоса Бога. Потому что эти голоса, они очень похожи. Потому что оба голоса, и Божий голос, и голос дьявола, они были на основании Писания, дорогие. И тот, и другой поднимали Святое Писание. Следовательно, исследованию подлежит не только правильные слова, которые мы слышим, но исследованию подлежит и сам человек, и голос, понимаете, который мы можем почувствовать только внутри нас. Потому что внутри нас сам Бог, внутри нас Дух Святой, внутри нас индикатор. И к тому же, как я сказал, слова могут быть правильные, но они могут быть не ко времени или не к месту. Поэтому мы много говорили о том, что такое мудрость. Мудрость – это иметь не только правильную весть, а именно в правильное время, на правильном месте. И вот в этом наша искренность перед Богом. И вот драгоценные, вот когда мы слушаем проповеди, которые льстят только нашему уху, то тогда мы не на правильном пути. Потому что мы также должны бы услышать и какие-то контручения, против которых бывает нечего сказать. Вот, к примеру, твое ухо настроено на какой-то голос, на какого-то проповедника, на одного пастора, к примеру, и ты не слушаешь других, то, понимаете, тогда появляется искушение. Точнее, даже не искушение, а как бы так скажем, бомба замедленного действия, которая рано или поздно взорвется. Почему? Потому что ты не сможешь проверить. Потому что, когда мы пришли к Господу, во-первых, Он нам дал себя для того, чтобы мы общались с Ним. Во-вторых, Он дал нам Святое Писание. И, в-третьих, Он дал нам тех людей, которые от Него. А те, которые люди не от Него, ты можешь их проверить, отсеять, отвильтровать из своего общения с Господом и от чтения Святого Писания. Иначе просто будет ловушка. Потому что слепо верить, вот так тупо, просто. Я говорю вам, как и пастор, и вот епископ, и то, что выхожу с этим словом не только на поместном уровне, для того, чтобы и себя представить под это исследование. Потому что, когда говорит человек, мы слушать должны человека, если он передает звук, голос и чистоту самого Бога. Иначе мы, дорогие, иначе мы и дала поклонники. И как вот Еремея говорит, что проплят всяк, надеющийся на человека. Поэтому мы можем себя неуютно чувствовать, потому что попали под перекрестный огонь шума многих голосов, которые могут поколебать наши убеждения и вместе с ними принесшие для нас какие-то сомнения. Но мы не должны бояться вот этого множества голосов. Поэтому мы должны исследовать неудобное для нас, чтобы стать, как я уже сказал, тверже, но и более смиренными и зависимыми от голоса неба и голоса Иисуса. А голос Иисуса и неба, как голос множества людей. Потому что здесь для нас еще открывается другая сторона. Что ты, можно вот в моем контексте вот сказать вот такое утверждение. Ты никогда не услышишь голос Иисуса Христа, если ты будешь только один на один с Богом, понимаете? То есть потому что Он открывает голос своего тела, когда собираемся двое или трое. Я здесь среди вас. Вот мы сегодня пришли на молитву, а в местной молитве меня слушаем, да? Так вот, драгоценные. И вот здесь, вот здесь мы с вами можем услышать истинно настоящий голос Иисуса Христа, когда мы собираемся вместе. Поэтому и 1 Коринфянам 14 глава, она говорит о том, что у кого есть слово, у кого есть псалом, у кого есть откровение. Поэтому, драгоценные, я точно так же мотивирую вас на молитвах. Да, есть времена, когда мы слушаем, когда мы определяем определенный, ну, какой-то такой духовный индикатор, о чем здесь речь, как здесь и так далее. Но, дорогие, если не будет твоего голоса, мы во всей полноте не услышим голос Иисуса Христа, который он хочет высвободить на какой-то из наших духовных площадок, в частности, и вот на этой. Аминь. Поэтому, вот смотрите, голос Иисуса Христа, как голос множества людей или множества, что у многих написано. И ты можешь задать вопрос, а до этого кого тогда я слышал? Я могу тебе сказать, наверное, голос Духа Святого. И ты можешь тогда спросить, а этого мало? Я не знаю, но я знаю одно, что есть полнота, есть, понимаете, есть звук одной струны, а есть звучание целого аккорда. Вот как Игорю это как никому понятно. И есть храм Духа Святого, тело которого, наше тело, которым назвал нас Господь. Но когда ты силой и любовью Духа Святого исполняешь заповеди любви, как сказал Иисус Христос своим ученикам, то он говорит, я тогда пойду и позову Отца, и мы станем обителью Божьей. То есть по-другому мы станем обителью полноты всей Святой Троицы. Духа Святого, Сына Божьего и Отца. Потому что иначе мы только будем храмом Духа Святого, о котором говорим, о, я храм Духа Святого. Но цель храма Духа Святого, для того, чтобы силой Духа Святого мы исполнили заповеди любви, и Иисус Христос позвал бы Отца и сказал, это в Евангелии Таанна он так говорит, и мы сотворим в тебе обитель Божий. То есть голос Духа Святого, Сына Божьего и Отца. Вот Иоанна 14, 23 так и говорит, «Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Вот и думай, мало ли быть храмом Духа Святого, или достаточно, или лучше быть обителью Божьей. И вот смотрите, мотивация какая, чтобы пребывать среди голоса Иисуса Христа. И поэтому я не раз уже говорил, сегодня времена ни одного апостола, или пророка, или учителя, но апостольско-пророческих команд. Время не одной звезды, но время созвездий. Аллилуйя! И драгоценное. Я бы хотел, чтобы мы не упустили, вот просто приняв это как учение, я первое сказал о встрече с Иисусом Христом, куда ты меня ведешь. Он сказал, ведут туда, куда нет боли. Поэтому настраивайся на исцеление, и пока ты слушаешь это, переживай видение, переживай своим воображением, которое Господь дал тебе, видение Иисуса Христа, вот эти картины, которые рисуются через Слово от Бога, и пусть боль уходит, потому что Господь ведет тебя туда, где нет боли. Аминь. И вот, смотрите, первое я сказал о встрече через видение с Иисусом Христом. Второе, о голосе Христа, что голос Христа – это голос тела Христа, это голос нас всех. Аллилуйя! Вот в первую очередь что. Поэтому хоть я и сделал концентрацию на множестве голосов, которые от Бога, не от Бога, но голос Иисуса Христа – шум вот многих и множества людей. Поэтому каждый ваш голос, он добавляет к голосу каждого из нас, и тогда, только тогда, мы можем услышать и распаковать пакет, который Иисус Христос хочет сказать церкви своей, и через церковь тебе, и народу, куда мы идем. И вот третий момент. Я его обозначил как смирение. Смирение. Начну я с Откровения 1.17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я из первого и последнего». То есть апостол Иоанн пережил встречу с Иисусом Христом. Аллилуйя! И заметьте, это же мы когда говорим, у нас три состояния у человека. Сон, бодрствование, и сон, бодрствование, и молитвенное состояние. И в любом из этих трех состояний мы можем пережить встречу с Богом, понимаете? И ты скажешь, а какая встреча, она самая важная? А она любая важная, хоть во сне, хоть в бодрствовании, хоть в молитвенном состоянии через видение. И вот апостол Иоанн, он переживает и пал к ногам его. Мы сейчас говорим о смирении. Значит, теперь я параллельно Даниила, 10 главу, вам предложил, 9 и 15 стих. «И услышал я голос слов его, и как только услышал голос слов его, смотрите, с ним то же самое произошло. В оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Когда он говорил мне такие слова, «Я припал лицом моим к земле и онемел». Аминь. А теперь вспомним Исаию 66 главу, где в первом и во втором стихе Господь говорит, «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. И где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было», говорит Господь. А теперь посмотрите, он говорит, «Ни небо, ни земля не вмещает меня». Но дальше смотрите, что он говорит, «А вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». То есть по-другому. Если провести вот эту связь с домом, то он говорит, «Я себе избрал дом не на небе, не на земле, а я избрал себе дом в смиренном и сокрушенном духе человеке, который трепещет перед словом моим». То есть уважает это слово, принимает это слово, как самого Господа, потому что он и есть сам Господь, и это слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Аллилуйя. И вот теперь посмотрите, какой образ смиренного человека дал Господь нам в Новом Завете. Иоанна 10, 27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Драгоценные. Если мы смиренны, как овечки, если мы в этом мире и в церкви не как волки, бараны и козлы, то тогда мы можем слышать голос Божий, даже если ты еще до конца не можешь определить, что это голос Духа Святого, голос Христа или голос Отца, с одной стороны, это голос Бога. И неважно, может быть, на каких-то первых стадиях, кто это, Дух Святой Иисус или так далее. Но, с другой стороны, это очень важно, потому что некоторые попадают в такую канаву и говорят, зачем мне собираться вместе, к примеру, и находиться в церкви. слава Богу, Бог еще нам дал вот такой онлайн-встречи. Аллилуйя. И понимаете, и вот в конечном итоге мы как овечки, понимаете, мы слышим именно наш голос и собираемся на этот голос с теми людьми, которые также стоят под этим голосом. В интернете ли или на каком-то по местному уровне, но так как бы получилось, так как получилось, как Господь, вот Он нам дал. Поэтому посмотрите, один из образов Иисуса Христа огнец, идущий на смерть безгласно, и наш также образ овечек. Поэтому нам иногда очень хочется отождествляться с огнем, гореть огнем, жить огнем, двигаться огнем, ветром отождествляться, деревьями, имеющими листья для исцеления, но не очень хочется отождествляться, может быть, с овечкой, потому что овечка что-то смиренно, а это такое, ух, активное, агрессивное. Но прежде чем вот взять вот эту агрессию и пойти на дьявола, помните, Яков пишет, смирись под крепкую руку Божью. И только после этого мы можем наступать на дьявола. Смиритесь под крепкую руку Божью. И дьявол убежит от вас, если буквально говорить слово в слово. Смотрите, сперва смиритесь под крепкую руку Божью, и дьявол убежит от вас. Дьявол не убегает сначала, пока нет вот этого смирения. Почему? Потому что я не просто так вот эти местописания прочитал, и Анна, Даниила, именно их смирение, что они падали к ногам Иисуса Христа, как физически, так и в духе. Им открывался голос самого Иисуса Христа, как голос шума вот многих, что ангелы вставали и просто изгоняли. Иногда нам важно послушать все это для того, чтобы наша молитва, она была качественной, чтобы она была сильной, чтобы вот так только ху! И болезнь просто соскочила, потому что, когда мы смотрим на Иисуса Христа, вы заметили, он особо-то долго-то и не молился, он просто приказал, пошел вон, и все сразу происходило. Почему? Потому что он всегда был в посте, в пресноте от этого мира, потому что он всегда был в молитве, имеется в виду в общении с Духом Святым. Идешь на работу, общаешься с Господом, работаешь, общаешься с Господом, даже спрашиваешь, как лучше это все сделать. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Аллилуйя! Поэтому овечка, во-первых, она слышит своего пастыря, во-вторых, она послушная Ему, и в-третьих, она, Бог знает их, вот таких овечек, на кого я презрел. И овечки, они идут за Иисусом Христом. И вот драгоценно, у меня перед отъездом в Москву, это как раз, мы в 98-м году в Белово нашу первую церковь открыли, Новый Путь называлась, сейчас у нас уже новая церковь, Голос Веры, и вот мы пережили очень-очень тяжелейшие времена. Как в становлении, мы реально пережили наркоманское пробуждение, поэтому у нас здесь были все и администрация, и ФСБ, и милиция, и не все бандиты, заинтересованные люди высшего пилотажа и низшего, в продаже наркотиков в нашем городе, поэтому мы пережили очень сильнейшее давление. Я когда потом переехал в Москву, оглянулся назад, думал, как я вообще живой остался. Это целое свидетельство. Но, драгоценное, что я заметил, мне на одном из служений написали записку. в этой записке было примерно так. Мало того, что вы танцуете здесь, радуетесь, еще и свистите. И я, знаете, запереживал, как пастор, почему? Потому что думаю, а вдруг, правда, что-то мы не то делаем, и людям, которым не нравится, что здесь свистят на служениях. Мы тогда молодые, мощные такие были, дерзкие. И думаю, а вдруг они уйдут из церкви, потому что каждый пастор переживает за это. Я тогда встал перед Господом и сказал ему, дорогой Дух Святой, я боюсь потерять помазание, которое мы сегодня имеем. Во-первых, у нас быстро росла церковь. Она на тот момент была самая большая в этом регионе. Во-вторых, у нас очень много было людей в реабилитационном центре, только три церкви там в деревне, в лесу и еще в городе был. И как вы слышали и свидетельствовали, у нас не было ломок, потому что было присутствие Бога и помазание Господа было. Я сказал, Господи, если мы перестанем танцевать и свистеть, и я боюсь потерять помазание, я боюсь огорчить тебя, поэтому, если правда это тебе не угодно, я говорю, я могу запретить свистеть, а я сам свистел и сейчас могу свистеть. И я говорю, как только ты мне скажешь, я это дело остановлю. И потом, когда мы уехали в Москву, в Москву, мы потом были в другой церкви, и там мы посвистывали маленько, а церковь такая, она из 50-ти нетрадиционного вышли. И потом, значит, жена пастора, она все-таки сделала там замечание и сказала, давайте все-таки мы здесь это свистеть не будем. И я принял это как голос старшего пастора, мы это дело остановили. Но все, что касается в Белово, в Белово, вот я не просто сказал о тяжелейших ситуациях моих жизненных и церковных, и параллельно силе и росту церкви просто одно свидетельство есть. Игорь знает врача у нас. Врач сегодня он поднялся от врача терапевта такого общей специальности до, ну, то есть она занимает сегодня позицию в областной больнице и плюс еще несколько у ней площадок есть и занимает административную позицию от врачебной практики вот именно в Белово. И на тот момент она потом свидетельствовала, она курила, а я как раз значит мы там опять танцевали по кругу бегали и я смотрю у нас этот врач бежит по кругу и все поют все там танцуют свистят и потом она мне засвидетельствовала Ярослав говорит я когда бежал я получил освобождение от курения но мы увидели что здесь было не только освобождение от курения мы увидели еще и карьерный рост на сегодняшний день я наблюдаю и дорогие и вот я когда в Москве анализировал все эти вещи и я тогда поблагодарил Господа думаю если бы мы в тот раз не свистели я просто скажу меня бы наверное убили потому что у нас здесь такие бандитские группировки были мне которые понимаете они начиная с Кемерово до Ленинска то есть вот эта связка такая была разных группировок и все они просто хотели сесть на церковь и на одного из людей которого я защищал и там много чего поднялось и мне вот прям реально мне заказали готовь гроб с белыми тапочками и а сейчас его гроб в белых тапочках кто мне сказал вот он уже много лет он сам его там тело уже черви съели и там он успокоился вот так Господь меня защитил и вот знаете но я просто увидел вот эту духовную брань духовную войну я я попал в голос и звук Иисуса Христа в тот момент как пастор дорогие и я в Москве специально посмотрел а есть ли что-то в переводах ну точнее в святом писании о свисте и я нашел несколько мест писания таких нейтральных это Езекииля 27-36 торговцы других народов свистнули о тебе ты сделался ужасом и не будет тебя вовеки это знаете примерно какой свист был это говорится о Тере когда вот он упал и все удивились и примерно это бывало у вас такое вот такое а теперь посмотрите я в общем нашел шесть мест писаний я все их не буду все они примерно вот такие нейтральные но одно местописание Захария 10 глава 8 стих я прочитаю я дам вам я дам им знак и вот смотрите знак сфокусируйтесь на знаки я дам им знак и соберу их потому что я искупил их они будут так же многочисленны как прежде я расклад сделал не только переводов но и еще как это пишется знак на еврейском языке и здесь три буквы значит первая буква ШИМ которая если в общем значение взять это пятидесятница вам про пятидесятницу ничего не нужно рассказывать это вышла пьяная церковь во всей своей силе и по сути дела сделала землетрясение в Иерусалим вторая буква это РЭШ который переводится как голова и мудрость потому что церковь коронованная церковь это коронованный Иисус Христос она всегда во главе это всегда ворота в город это город в городе понимаете это ты будешь всегда на высоте и никогда не будешь внизу это полнота наполняющая все во всем это превыше всякого власти начальства силы всякого господства любого имени и третья буква это буква КУФ это она означает переход из одной реальности в другую это знаете примерно что это как как на небе так и на земле отче наш то есть эта буква она в полиеврите рисуется как иголка с ниткой которая по сути дела для нас сшивает небеса с землей и тогда все что на небе тогда и на земле это вот переход из одной реальности в другое а теперь дорогие самое главное знак давайте посмотрим новый русский перевод я свистну им и они соберутся ведь я выкупил их и будут они многочисленны как прежде теперь перевод под редакцией Кулаковых свистом их позову и соберу их ведь я уже совершил их избавление они будут как прежде весьма многочисленны теперь перевод библейской легии ЕРВ я свистну им и созову их всех вместе я действительно спасу их и будут многочисленны они современный перевод там по-английски W там BTC я свистну им и созову их вместе я действительно спасу их и будут они многочисленны и последнее вот еще сделаю хотя там много переводов еще Макария Глухарева Ветхого 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 Завета я свистну им и соберу их потому что я искупил их и будет их много как много было прежде дорогие в синодальном переводе переводчик не знал даже как переводить потому что знаете как бы думая что должно быть благочинно пристойно они перевели это как знак но этот знак означает свист и когда Иисус говорит что овцы знают голос мой то есть по-другому вот я вот у меня сейчас собака я вот вот просто и она что-то в них есть такое даже если я не громко она тут же бежит это понимаете настроено на чистоту и вот дорогие для нас для нас должен быть урок дорогие можно читать писание можно проповедовать писание но как мне сказал один саксофонист который после 50 лет или после 55 он научился играть сам на саксофоне и он сказал что говорит в одном из ресторанов где я играл подошли ко мне там какие-то музыканты и сказали технически можно играть но не каждый может вытащить свой звук ту чистоту которая может касаться сердец и душ людей как святое писание как благая весть дорогие можно научиться проповедовать можно научиться читать писание можно его пересказывать и так далее но если мы не на чистоте Иисуса Христа если мы не в его голосе если мы не в его звуке если мы не на его скоростях то это пройдет мимо людей это просто обрежет их уши поэтому мы должны иметь общение с ним мы должны быть чувствительны чтобы всем музыка вы знаете динамит что делает взрыв динамита это прославление это пророческое слово из прославления это пророческие действия которые вызывают в нас вот именно из этого вот из этого прославления какие-то действия тебе хочется может быть танцевать и наше единство тогда когда мы вместе когда шум вот многих так как сказано и вот знаете я посмотрел историю есть такой один из самых маленьких островов на Канарах его называют Легомерта и там был возрожден древний язык звучащий словно щебетание птиц то есть по-другому они понимаете не разговаривали как мы они просто свистели как птицы и свидетельства говорят что они могли этот свист услышать до трех километров друг от друга и понимать его и вот дорогие когда мне попала сегодня Нэнси Коэн и сказала о том что появился во мне незнакомый звук благодаря которому я 32 года не болела дорогие я просто хочу чтобы мы нашли звук Христа может быть он будет у нас разный но этот звук будет именно на той частоте которой будет послушна любая немощь любая болезнь любая проблема ты просто издашь этот звук ты просто свистнешь я не знаю как каждому будет дано но как она сказала Дух Святой меня иногда вел говорит я даже 24 часа в сутки в течение недели говорит делаю это значит что-то было какое-то на нее наступление была какая-то атака поэтому давайте начнем с того что посвистим над проблемой как посвистели над тиром который возгордился и просто верни к ноге все как собаку что украл тебя дьявол к ноге во имя Иисуса Христа и вот знаете этот свист это как шафар разбей стены неприступной крепости эрихона халлилуйя и в 21 году я насвистел себе надул переезд белого я даже не знал я проповедовал в подольске я свистел что у меня в ютубе там одна какая-то верующая написала ну дожились уже в церкви начали свистеть но понимаете если мы постесняемся если не будем свистеть или произносить те звуки в виде слов или каких-то воздыханий неизреченных на той чистоте на которую посылает нам Господь то мы не будем иметь победы поэтому драгоценное я много говорил а теперь пусть во имя Иисуса Христа вот этот голос Иисуса Христа вот этот свист который мы подняли может быть в вашей жизни это будет совершенно другим звуком он коснется ваших больных мест и даст исцеление те кто будет слушать нас будьте благословенны и будьте исцелены во имя Иисуса Христа и если у нас еще есть время то Игорь дай нам звук я верю в твоей музыке в твоих словах в твоих песнях есть звук но он будет еще ближе и ближе к Иисусу Христу он будет именно на той чистоте ты будешь доносить его как оригинал во имя Иисуса Христа аминь аминь все слава тебе спасибо отец спасибо тебе за вот этих вот людей которые сейчас находятся на площадке за пастори моего это целая твоя господи ходячая энциклопедия благодарю тебя господи через него я научаюсь через него я обречаюсь господь слышу твой голос господи вся слава тебе господь да светится имя твое очерь да будет воля твоя очерь и на небе и на земле да будет слава твоя вовек вовек лицо нам свое открывай очи любовью сердца наполняй очи жаждем прийти в твой покров беряю свою жизнь тебе мой Бог Отец и злей на нас свою святость и злей на нас свою любовь святость и злей и злей на нас и злей на нас и злей очень очень да будет воля твоя очень имя твое чуть-чуть спасибо тебе благодарю благодарю тебе Господи слава тебе отец вся слава Господу нашим драгоценному отцу аминь дорогие слава Богу слава Богу в общем дорогие я сам под впечатлением и вызове о том чтобы еще больше проводить время с моим Господом в этом склонении смирении чтобы слышать его слушать голос его собираться все вместе и вытащить вычислить этот звук в каждую нашу ситуацию в каждый наш вызов в каждую нашу проблему чтобы быть победителями и донести голос Духа Святого Христа и Отца до людей до нашей земли до наших городов для нашей страны до нашей семьи аминь 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 спасибо спасибо с Богом дракосами с Богом обнимаю всех храни вас Бог и если кто может свистеть за меня посвистите ни одного зуба нет свиста не получается воздыхание неизреченное о Наташ сегодня у нас была молитва воздыхание неизреченное аминь кстати да у нас сегодня это было и он скажет по поводу воздыхания неизреченное и тут раз мы как раз начали по поводу воздыхания неизреченное аллилуйя слава Богу в одном духе двигаемся аминь 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 обнимаем мы тоже обнимаем аминь